Всем привет! Сегодня я покажу, как отремонтировать обычный Type-C провод для зарядки мобильного телефона. У меня есть такой провод Type-C, и у него в этом месте начал отрываться слой наружной изоляции. Если мы ничего не сделаем, то совсем скоро он рассыпется. На этой стороне я уже сделал контрольно вот такую подмотку, но он еще целый. А здесь нужно что-то сделать, чтобы все было красиво и жестко. Можно воспользоваться такой термоусадкой подходящего диаметра, одеть ее сверху и запаять. Но мы сделаем более капитальным способом с использованием обычной такой красивой нити капроновой. Для начала обрезаем кусок нити длиной примерно около метра. Затем находим середину и привязываем на этом Type-C проводе обычный узел по центру. Мы будем ремонтировать провод на коленках, в самых полевых условиях, если у вас нет условий для работы. Завязываем узел у основания этого разъема и начинаем плести. Сначала укладываем один конец поверх провода, а второй продеваем за проводом под веревку и выводим на конец. Теперь эту петлю необходимо аккуратно уложить у основания разъема, чтобы не было никаких зацепов. Подвигаем ее к краешку и начинаем повторять все те же самые движения со следующими петлями. Одно сверху, вторую под эту веревку и под провод. И опять затягиваем возле первого витка. Делаем так, чтобы все узелки были на одном месте, в одном расстоянии. И так продолжаем дальше. Чем толще нить, тем более симпатичный будет этот шов. Но я нашел только такую капронную нить, которую мы применяли на рыбалке для ремонта удилищ. Продеваем и затягиваем. Вот таким образом. И идем дальше. Главное, чтобы все витки были как можно плотнее, чтобы не было видно белого из-под провода. Аккуратненько все вкладываем, затягиваем и идем дальше. Затягиваем со средним усилием, чтобы не разорвать провод в этом месте, где уже у него слабое место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот получилось такое плетение. Я немного ушел от этого места, где был залом. Теперь некоторые мастера делают здесь обычный узел, а я еще сделаю обратное плетение. Для того, чтобы плетение было более жесткое и надежное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для этого мы переворачиваем другой стороной провод и начинаем плести все то же самое, но в обратном порядке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продеваем этот узел обратно. Укладываем сверху один шнур и продеваем сверху вниз второй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И идем в обратном направлении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь уже он не распустится, поэтому идем в обратном порядке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В конечном итоге у меня получилось вот такое плетение двустороннее. Может немножко неудобно, неаккуратно, но зато практично. Если бы была нитка потолще, то было плетение более четкое. Теперь делаем обычный узел двойной здесь в конце. Обрезаем лишнюю нить. И обжигаем с помощью зажигалки кончики, чтобы они не распускались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для большей жесткости можно, конечно, еще проклеить с помощью суперклея. Это плетение. И тогда вообще это будет самое надежное место в проводе. И он так быстро не выйдет из строя. Я это соединение контрольно промажу с помощью суперклея. Для лучшей жесткости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта часть перегибаться не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ждем полного высыхания клея и можно проверять, как работает кабель. В итоге получились такие симпатичные два усиленных разъема Type-C кабеля. Теперь проверим, как он заряжает телефон. Зарядка идет, проблем нет. Значит, контакт не нарушен. Вы посмотрели видео, как отремонтировать Type-C кабель своими руками. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok